Я боюсь это. Я хочу занять трон. Халид Эргенч. Турецкий актёр, который обрёл мировую славу после премьеры исторического сериала «Великолепный век». Роль правителя Османской империи, султана Сулеймана, влюбила в актёра миллионы фанаток по всему миру, сделав его для них настоящим султаном турецкого кинематографа. Однако мы могли и не увидеть Халидов в столь полюбившемся для нас проекте, ведь сам он планировал заниматься совсем другим делом. Сегодня мы расскажем, как живёт Халид Эргенч и сколько он зарабатывает. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Халид Эргенч родился 30 апреля 1970 года в одном из самых красивых и исторически важных городов Турции – в Стамбуле. С самого раннего детства парень был увлечён в творчество, ведь отец будущей звезды был известным в стране актёром, композитором и поэтом. Из-за благоприятной атмосферы к творению в доме, Халид начал активно заниматься танцами и музыкой. Особенно он фанател от джазовых исполнителей. Именно данные интересы и помогли Эргенчу в будущем построить успешную карьеру не только в Турции, но и за рубежом. Дебютировав на телеэкранах в сериале «Чёрный ангел», премьера которого состоялась в 1996 году, Халид Эргенч стал заметной персоной в турецком кинобизнесе. Конечно, все эти ранние роли не могли принести больших доходов молодому актёру. Однако после утверждения Халидта на роль султана Сулеймана в проекте «Великолепный век», мировая слава и крупные заработки снискали мужчину. За одну серию в качестве руководителя Османской империи, Эргенч получал 30 тысяч долларов США, 65 тысяч турецких лир. Благодаря такому гонорару годовой оклад актёра составлял 1 миллион 200 тысяч долларов США. За четыре года съёмок в «Великолепном веке» в Стамбулец заработал порядка 5 миллионов долларов. Халид Эргенч за свои 15 лет в индустрии развлечений смог заработать на свой личный дом. Однако из-за назойливых фанатов, которые так и норовят попасть внутрь жилища любимого актёра, Халидту вместе с семьёй приходится часто переезжать. В январе 2021 года супруга Эргенча показала, как выглядит их семейное гнёздышко. Вилла стоимостью в 11 миллионов рублей расположена в одном из элитных районов родного города Халидта – Стамбула. В доме есть несколько спальных комнат, три большие террасы и два бассейна, которые расположены на территории поместья. Интерьер комнат выполнен в классическом стиле с использованием постельных цветов – белого и бежевого, которые доминируют в декорации помещений. Также внутри виллы есть кухонная комната и столовая, окна которой выходят на садовую зону возле жилища. Кроме того, судя по снимкам супруги Бергюзар, они вместе с мужем являются большими ценителями растений, ведь по поместью расставлено много горшков с живыми цветами. Интересно, а ухаживает ли Эргенч за цветами так же, как его сериальный персонаж Султан Сулейман? Кроме собственной виллы, у Халидта также имеется личный автомобиль, от которого актёр без ума. Эргенч передвигается по городу на автомобиле шведской марки Вольво, модели CX90 2017 года выпуска. Данные автомобили славятся своей хорошей надёжностью и практичностью, что очень подходит Халидту, ведь он не только актёр и муж, но и отец двоих сыновей. Стоимость такой модели в данный момент оценивается в 40 тысяч долларов и выше, в зависимости от комплектации. Главной ценностью для Халидта являются не дома и машины, а, конечно же, крепкая семья. Но когда ты всемирно известный актёр, то уберечь свою личную жизнь от чужих глаз не всегда получается. Известно, что турок дважды женат. Его первой избранницей была Гизем Сайсалди, с которой Халид прожил вместе всего полтора года. Супруга актёра в то время училась в университете, поэтому не была готова посвятить себя семейной жизни и родить Халиду детей, которых он так хотел. Эта причина исподвигла Эргенча развестись с женой в 2008 году. Процесс разрыва был непростым, ведь актёру пришлось выплатить Гизем компенсацию суммой в 180 тысяч долларов. После развода Халид сначала очень испугался, что может повторить судьбу отца, который был женат пять раз. Эргенчу-младшему такой план явно был не по душе. Однако на съёмках проекта «Тысяча и одна ночь» актёр встретил ту самую, с которой готов провести всю свою жизнь. Речь идёт об актрисе Бергюзар Карель, на которой актёр женился в августе 2009 года. Церемония бракосочетания была пышной, с придерживанием всех национальных правил и традиций. Гостей на мероприятии было около 350 человек. Как вспоминал Халид, с женой он случайно познакомился в ресторане, а совместная работа на киноплощадке только укрепила их отношения. На сегодняшний день пара живёт счастливой семейной жизнью, воспитывая двух сыновей – Али и Хана. Также Бергюзар и Халид вместе снялись в военной мелодраме «Моя родина – это ты», где главную мужскую роль исполнил Эргенч, а женскую – Карель. Как говорят их фанаты, они воссоединились в кино впервые за 11 лет, но такие же счастливые, как и при первой встрече. На данный момент мы знаем Халид Эргенча как известного турецкого актёра и примерного семьянина, однако всё могло сложиться иначе. После окончания лицея имени Ататюрка, турок решил, что делом всей его жизни станет мореплавание, а он будет бесстрашным моряком. Семью Халидо такое решение парня, мягко говоря, удивило, ведь родственники считали, что Эргенч должен продолжить творческий путь отца и пойти работать в киноиндустрию. На тот момент споры уже были лишними, ведь в 1989 году парень подал документы, требующиеся для поступления в Стамбульский технический университет. Попав на заветный для Халидо факультет морского дела, он поначалу был в восторге от того, что его мечта бороздить просторы океана наконец-таки сбылась. Но не тут-то было. Все мечтания Эргенча развеялись в один момент, когда парень узнал, сколько профессиональной литературы придётся прочитать и сколько терминов выучить. Молодой человек явно не был готов к такому повороту событий. Поэтому спустя один год учёбы, Халид решил уйти из технической специальности и перешёл в университет имени Синана, где изучал пение и танцы. Вот в данном случае родители Эргенча как никогда были правы и всё-таки направили сына в нужное русло. Халид Эргенч после дебюта в киноиндустрии не стал сразу принимать приглашения от менеджеров, чтобы поучаствовать в кастингах для новых проектов. Вместо этого, будучи достаточно молодым актёром, Халид решается поехать в США, чтобы выступать в бродвейских мюзиклах и покорить Нью-Йорк. Хорошее знание английского языка помогли парню закрепиться в основе пары шоу. Однако он почувствовал, что будет очень тяжело получить место в топовых постановках, из-за высокой конкуренции, которую Эргенч проигрывал, ведь не имел достаточного актёрского опыта. Пробыв в Америке два года, актёр для себя решил вернуться в Турцию, чтобы перезапустить свою карьеру, что в итоге вышло достаточно успешно. Порой актёрские будни довольно сложны, и чтобы тебя утвердили на роль, приходится изменить свою внешность, чтобы быть схожим с персонажем. Конечно, такие перемены с телом, какие проводит Кристиан Бэйл, Халиду Эргенчу даже и не снились, но ему тоже пришлось постараться, чтобы отлично сыграть Султана Сулеймана. Когда стамбульцы утвердили на роль в сериале «Великолепный век», то его сразу предупредили о том, что придётся отращивать густую бороду, под стать настоящему правителю мира. Растительность на лице Эргенч отращивал целых четыре года, и когда его участие в проекте завершилось, он сразу же сбрил бороду. Как говорил в интервью сам артист, он смог расслабиться, когда впервые увидел гладкую кожу в зеркале. Но больше всего смене имиджа Халиды удивился его старший сын Али, который прежде не видел отца без бороды. Поначалу он всем говорил «Смотрите, папа без бороды, Али и не помнит меня без неё, ведь когда я начал сниматься, ему было всего пять месяцев», вспоминает шутливо Халид. Что ж, как мы видим, даже такие, на первый взгляд, лёгкие манипуляции с внешностью даются актёрам непросто. Кинобизнес – дело не из лёгких. Постоянные съёмки и перелёты очень сильно утомляют актёров, да ещё и режиссёры требуют вжиться в роль как можно скорее. Сплошная суматоха. Но Халид Эргенч нашёл для себя способ, как можно отдохнуть и восстановить силы после длительного съёмочного процесса. В одном из своих интервью мужчина признался, что путешествия приносят ему особое удовольствие и дарят незабываемые впечатления. Однако Халид предпочитает не только прогулки по улочкам европейских городов или времяпрепровождения на экзотических пляжах. Актёр при первой же возможности старается заняться дайвингом. Изучение подводного мира и наблюдение за его обитателями не абы как успокаивают Эргенча. Ещё бы, ведь звёздный турок сумел понырять в самых различных местах не только родной Турции, но и во всём мире. Как вспоминал Халид, данное увлечение появилось у него в школьные годы, когда он активно интересовался морской тематикой. Видимо, Эргенч в молодости рос на фильмах Жака и Ива Кусто и тоже мечтал найти загадочную Атлантиду. А на сегодня это всё, друзья. До встречи в следующих выпусках! Субтитры подогнал «Симон»!